Это был типичный мезальянс, могучая империя одного из самых богатых людей планеты и провинциальный городок, который и сами шведы считают захолустным и находящимся где-то на краю света. До сих пор Икея не разменивалась. Гигант приходил только туда, где мог завоевать не меньше миллиона покупателей. В Хаппаранде тогда было чуть больше 10 тысяч человек. Решение об открытии здесь магазина, оно никак не вписывалось в законы экономической логики и здравого смысла. Идея строительства магазина Икея в Хаппаранде была воспринята многими в компании, как очередное чудачество хозяина Ингвара Кампрода. Но его интуиция оказалась сильнее многих математических расчетов. Практически с самого начала Икея не только начала приносить прибыль, но и полностью изменила жизнь в Хаппаранде. Сам Кампрод многое в жизни и бизнесе делает наоборот, вопреки и наперекор. Его легендарные принципы для многих давно стали философией торговли. Своё решение построить магазин в Хаппаранде он объясняет собственным упрямством и знаниям психологии северных жителей. Они привыкли к большим расстояниям и в шведскую провинцию, находящуюся на перекрестке главных дорог Баренц региона, поедут без колебаний. Этот расчет оказался более чем верным. Сразу после открытия одна из газет в норвежском Тромсе, что в 700 километрах от Хаппаранде написала, теперь и у нас есть своя Икея. Я приехала из Финляндии специально, чтобы всё хорошенько посмотреть и купить, что нужно. Сюда едут из Норвегии, Финляндии, России. Хаппаранда в последние годы стала крупным торговым центром. Сегодня жёлтый-синий символ Икея знают более чем в 30 странах мира, в том числе и в России. Хотя с нашей страной отношения мебельного гиганта складывались непросто. Кампра трижды приходил на российский рынок. В начале 90-х помешал Пуч. В 98-м он потерял миллионы, но остался. В его планах было строительство как минимум 10 магазинов в российских регионах. Вы знаете, когда я побывал в России впервые в 70-х годах, я влюбился в русских людей. Ещё тогда меня поразила разница между богатыми и бедными. Мне хотелось заставить мою бизнес-идею работать на людей, сделать их жизнь более комфортной. Кампра действительно открыл в Москве, Петербурге и Казани свои магазины. Много лет они приносили убытки. Не всегда ему удавалось найти общий язык с местными властями. Уже год на замке, прежде всего бюрократическом, так и не открытый магазин в Самаре. На российскую коррупцию он жаловался даже нашему вице-премьеру. Мы в России не заработали и рубля, несмотря на то, что мы инвестировали 32 миллиона шведских крон. Это наша самая крупная инвестиция. Мне грустно это признавать, но у вас возникли серьёзные проблемы в последние годы. Летом этого года Ингвар Кампрот объявил, мы прекращаем все инвестиции в Россию. Пока, добавляет 83-летний миллионер и улыбается. Финансовые проблемы не заглушили его любовь к России. Ведь и в характере Кампрота есть что-то типично русское. Широта души, правда, при легендарной скупости, любовь к выпивке женщинам, природный авантюризм и жажда жизни.